Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Добро пожаловать на канал ДПЛАПС. Сегодня я вам расскажу про работу теплового насоса. На примере вот мы в данный момент устанавливаем и настраиваем один тепловой насос и как бы вы увидите. Расскажу вам про принцип работы и как-то вот сейчас будем его заправлять и настраивать. Данный тепловой насос обслуживает такую небольшую гостиницу, обслуживает небольшое общежитие для работников построено из сэндвич панели около 220 квадратных метров. Вот здесь вот такая вот котельная есть. Здесь в этой котельной имеются два бака ГВС, которые нагреваются от этого же теплового насоса. Вот сам тепловой насос, он пока без крышки, без кожуха. Кожух скоро поставим. И прочих систем. Система очистки воды, очень интересная система охлаждения и подогрева потолка. То есть летом он охлаждается через теплообменник, а зимой может подогреваться. Также не существует подогрев вентиляции. У данного теплового насоса источником низкопотенциальной энергии является вода из скважины. Она все время 7-8 градусов. И проходя через тепловой насос, она охлаждается до 4 градусов и потом сбрасывается либо в пруд, здесь недалеко есть пруд, либо мы вот испытываем, у нас как-то проработает в переливную скважину, которая на другом конце участка. Заилится, не заилится, узнаем. Я думаю, будет все хорошо. Работать здесь скважины на известняк, и как бы впитываемость у них хорошая. А в качестве горячей части мы используем прямую конденсацию в пол. Сейчас вам расскажу, как это сделано. Вот смотрите, от теплового насоса идут две трубы на конденсатор. Вот они туда и обратно, по подаче и обратно. Вот они у нас идут, идут, идут. Позже это все утепляться будет. Уходят вот сюда. Там потом покажу, идут на коллектор. А обратная труба еще проходит через такой теплообменник. Это подогрев вентиляции, подогрев потолка. Вот. Чтобы мы могли снизить температуру конденсации. Чем она у нас ниже, тем производительность будет выше. Да, хотел сказать, что тепловой насос может... То есть, он по какому принципу работает? Он охлаждает низкопотенциальный источник энергии, из-за этого забирая у него энергию. Ну, то есть, у него работает на фазовом переходе. В испарителе фреон, то есть, после ТРВ фреон расширяется, при этом охлаждается. И его, например, там, ну, до нуля градусов. И его источник температуры плюс 7 нагревает. Он перегревается, поступает на вход компрессора. Компрессор его сжимает, поднимает... При сжатии газ нагревается, поднимает температуру где-то там до 70 градусов. И, соответственно, выделяется лишней энергии. Но при таком режиме, при затрате одного киловатта электрической энергии, вот, при низкой конденсации, там, в 30 градусов, получается 5 киловатт тепла. Что очень выгодно. Давайте покажу далее, куда это все идет. Вот здесь пока идут еще отделочные работы. Вот здесь как устроено отопление. Вот приходят на коллектор. На коллекторе стоят электромагнитные клапана. Здесь стоят обратные клапаны. И эта трубка переходит в оцинкованную стальную трубку, потому что медиа было бы очень дорого. Здесь везде под полом около двух километров трубы вот этой вот. И, как бы, у каждой комнаты здесь свой контур, чтобы люди могли сами регулировать температуру. Электромагнитные клапаны закрываются. Соответственно, нагрев перестает идти. Вот мы очень сильно прогрели. Здесь прям жарко сейчас. Также в каждой комнате вот идут охлаждающий потолок. Либо он нагревается, или охлаждается. Вот комната вот такого размера. Здесь будет вентиляция и т.д. Собственно, голубя своровали где-то. Получается прямая конденсация. Для чего это сделано? Нам не требуется водяного контура, циркуляционных насосов, и нет потери на теплообменник 5 градусов Кельвина. То есть мы можем температуру конденсации держать где-то на 5 градусов ниже. В описании к этому ролику будет линк про теорию работы тепловых насосов. Линк, то есть ролик где-то 85-го или 87-го года советский. Мне очень понравился, очень доступно рассказывает. Посмотрите, кому интересно. Плавой насос. Подходим, смотрим. Он пока без корпуса. Корпус там стоит. Основные блоки его. Компрессор. Здесь компрессор роторный Toshiba. Роторный с инверторным управлением. Теплообменник бублик, теплообменник ГВС. То есть он в начале, горячий газ проходит через теплообменник ГВС. Если надо, он всегда на него жестко посажен. Если надо нагреть воду, включается вот этот циркуляционный насос и гоняет воду через баки ГВС. Вот сейчас ГВС на перегретом паре нагрел до 62 градусов, что вполне хватит. Вот далее, вот там вот дальше, вот с той стороны зайди. Вот такой квадратненький. Это пластический теплообменник холодного контура. Через него с одной стороны проходит вода и скважина, а с другой в противоток проходит фреон. Вот. Также имеется электронный ТРВ. Его просто отсюда не видно. Управляемый сервоприводом. Вот это вот у нас смотровое окно. Смотрите, вот еще не подсушился контур. Чуть это желтенькое. Вот. Смотровое окно, запорная арматура. Это наш контроллер для теплового насоса. Это инвертор, который мы сами сделали. Он в компаунде от конденсатора. Что интересно, как мы решили проблему охлаждения инвертора. Часть газа холодного после ТРВ проходит вот через этот теплообменник. Это профиль просто алюминиевый был с каналами. Он проходит туда и сюда, и тем самым, охлаждая инвертор, он больше там 20 градусов вообще не нагревается. Я даже не знаю, до каких нагревается, потому что датчик, установленный внутри ИГБТ-сборки, минимум показывает 27 градусов. Вот он так все время и показывает. Сейчас контур не до конца заправлен. Фреона маловато. Сейчас мы будем заправлять фреоном и смотреть, чтобы были правильные параметры. У нас специальная станция, монометрическая теста, мне нравится, подключена. Сейчас будем настраивать, чтобы у нас была правильная температура конденсации и испарения. И почему мы используем верторный компрессор? Так как у нас нагрузка переменная, может быть часть комнат закрыта, часть открыта. Компрессору надо, чтобы он не упирался, снижать обороты. Контролируем обороты компрессором и потом по температуре обратной линии фреонного контура. Где-то на 30 градусов ставим и нормально. Вот так все работает. Многие утверждают, что тепловым насосом отапливаться невыгодно из-за его высокой цены и эффективность не такая большая. Но тут даже дело не в цене. У нас в стране на домовладение выделяется за бесплатно не более 15 киловатт трехфазного электричества. И если вы хотите больше, надо выкупать мощности. Это довольно большая проблема. Вот представьте, у вас нету магнегаза, ничего. Печкой топиться не хотите, а у вас дом там, допустим, ну там 200 квадратов. Ну как ни крути, даже при хорошем утеплении в сильные морозы вам потребуется где-то 12 киловатт электричества. А у вас помимо этого есть еще какие-то нужды и т.д. Вот. И иногда тепловой насос приходится ставить просто по причине, даже если у вас есть деньги, вы готовы за электричество платить, а у вас просто мощности нет. Здесь тепловой насос выручает, потому что ему нужна только 1 четвертая от этого всего. По поводу цены. Половина цены теплового насоса в классическом варианте при геотермальном контуре составляет работа по бурению контура и его обвязки. Это когда трубы ПНД закапаны в землю. В принципе, с грунта, кто бы что ни говорил, но больше 30-35 ватт с метра снимать не получится. Будет промораживать такой контур позже. А метр бурения стоит ну 1000 минимум рублей. А здесь мы используем немножко дешевле. У нас в нашем Домодельском районе очень хороший дебет по скважинам можно получить. Я даже со скважины 20 кубов сейчас получал. Очень обводненный горизонт известковый. И насос стоит, он жрет немного. Вот здесь глубина скважины 25 метров, выкачивает воду и прокачивает через нее. И такой тепловой насос обходится где-то в 400 тысяч рублей. Можно, кстати, собрать самому. Если вам, господа, будет интересно, когда следующий тепловой насос какой-то экспериментальный собирать будем, я могу прямо показать процесс сборки, объяснить, что к чему, что где купить, что сколько стоит. Потому что прям сильных проблем в этом нет. Кстати, данный тепловой насос работает на 410 фреоне. Он сейчас подорожал, кстати, где-то 10-11 тысяч баллон. В этот контур очень много фреона пришлось запихать из большого конденсатора около 40 килограмм. Специальные весы закрутили. Так, да, сейчас продую. надо продуть, продуть этот монометрическую систему. Вот чуть-чуть подстроили. Нормально, чтобы там воздуха не осталось. Переворачивай. Вот так он по жидкой фазе заправляется. Так, сейчас попробую начать без включения компрессора напихать. Вот такая монометрическая станция. Мы видим здесь давление низкой, давление высокой стороны. Открываем. Пошел. Да, потихонечку льется. Вон драмы пошли. Но так вряд ли мы его заполним. Надо будет включать компрессор. Вон драмы. Не льет сейчас. Сейчас 100 грамм. Я думаю, сейчас надо будет запихать килограмма два, наверное. Это утек, блин, эта часть. Потому что, блин, не держишь шланг. Выкинь этот ром. Шланг в жопу, блин. Сейчас будем добавлять фреон на работающей машине небольшими дозами. Пока не появится переохлаждение газа и перегрев будет в норме. И температура кипения будет в норме. Ну, просто откручиваю и добавляю. Сейчас он устаканится чуть-чуть работа. Здесь еще будем следить за показанием первого электронного. По жидкой фазе надо аккуратно заправлять, чтобы не залило компрессор. А то может быть гидроудар. Ну, роторному это не так страшно, но все-таки. Так, заправили два килограмма. Смотрим, что у нас происходит. Так, вот здесь вот показания. Смотрите, у нас кипение 0 градусов. Конденсация V18. Пока она сейчас уравновесится. Так. Перегрев 4 кельвина. Переохлаждения нет пока. Надо долить газа, чтобы чуть залило конденсатор, чтобы было переохлаждение. Ну, сейчас он где-то должен, у него 6. Сейчас будет ТРВ реагировать на повышение переохлаждения и пока откроется. Вот, вы можете вот здесь вот посмотреть. Вот работа ТРВ электронного. Она вот пытается регулировать и поддержать перегрев 4. Но ему надо устаканиться, оно потихоньку до этого дойдет. Сейчас еще засунем килограммчик и врубим его на максимальный оборот и будем поэтому регулировать. Смотрите, господа. А лучше 2. Ну вот, смотрите, господа. Появилось переохлаждение. Вот, ты здесь глянь. 2,4 кельвина. Ну, в принципе, нормально. Это говорит о том, что фреона достаточно. Вот, это тонкий момент. Если его перелить, давление, температура нагнетания сильно подскочит, компрессор будет упираться и будет не все хорошо работать. Сейчас чуть-чуть поработает. Посмотрим, как по параметру устаканится. Так, ну все. Тогда врубаем на все деньги. Так, господа, система устаканилась. У нас там 5 градусов перегрев и 2,2 переохлаждение. А то, что такое перегрев, чтобы вы понимали. Есть зависимость давления фреона от температуры. Это как такая константа. Но, то есть, в данном случае мы смотрим, что у нас какое-то есть давление фреона. Там, грубо говоря, там 7,52 бар на ФСОСе. При этом должна быть температура там, допустим, ну, сейчас скажу, по температуре кипения 1,5 градуса Цельсия. А у нас она там выше, на 6 градусов. Вот эти 6 градусов, это есть перегрев. Это как перегретая жидкость. Она еще... Да что бы тебе. Да-да. А это получается как бы фреон в перегретом состоянии. А переохлаждение, это температура фреона на выходе из конденсатора должна быть одной, а она холоднее на какой-то диапазон. Вот так. Параметров этих добились. Сейчас вырубаем на максимальные обороты. Так. Это нам надо сделать так. Поставим, чтобы температура выше была. А там сейчас на минимальных работах. Цель повыше и он начнет разгонять компрессор. Очень громко сейчас будет, но ничего страшного. Сейчас он работал на 30 оборотов в секунду. Сейчас выйдет на 90 оборотов в секунду. Это там 5500, ну, типа того, оборотов. Будет сейчас как... Так. Я хотел бы рассказать про потребляемую электрическую мощность. Вот компрессор, тепловой насос на всю мощность работает. Сейчас он где-то производит 27-30 киловатт тепла, потому что конденсация низкая и коп очень хороший. А вот он потребляет вот по всем фазам 5,2 киловатта. Вот. И как бы очень неплохо получается. Так. Что у нас там? Выезжаем вошел. Ну, 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 моя рыба. Значит, мы это сейчас снимем. Да. И как бы оставлять монуметрическую станцию не хочу, потому что шланги всего могут травить. И потихоньку... О, промышка началась. Ну, давай. Хорошо, прикручивай. Давай, 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 давай. Ну, давай, 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 блин. Да, я кручу. Нет? Да, опять, б***ь, этот. Вот, б***ь. Что-то не то. Затягиваю. Затягиваю. Рука замерзает. Да, опять, б***ь, п***ц это. Ну, что такое? Извините. Здрасте, опять, б***ь. Они как-то из-за закрупки заебашили, что ли, все. Ну, б***ь, ну, что такое? Я не могу уже. Не могли же они переломать их все? А? Роу, что думаешь? А, блин, я не в ту сторону он тогда в баллон натолкал и сам тупанул манировать. Сейчас. Да, сейчас. А, вот, да, сейчас в минус пошло. Да, он же в минус должен считать. Игорь Негода. Абонид. Продолжение следует...